Во все времена получение паспорта молодыми людьми воспринималось как первый шаг во взрослую жизнь. Знаю, что вы уже добились определенных успехов в учебе, спорте, общественных делах. Это замечательно, вы просто молодцы. Я уверен, самые большие победы у вас еще впереди. При этом государство позаботилось, чтобы перед вами были открыты все дороги. И только от личной целеустремленности, упорства и трудолюбия зависят, каких высот вы и ваши сверстники сможете достичь в будущем. Вы просто молодцы, потому что попасть в дворецные зависимости навстречу президенту из миллионов людей. Надо было этого добиться, надо было заслужить. Еще раз говорю, случайно здесь нет людей. Здесь люди, которые умеют трудиться и показывать пример другим и вести за собой других. Надо сказать, что предыдущее поколение сделали все, чтобы мы могли гордиться своей Родиной. Теперь ваша очередь развивать, прославлять и обязательно в будущем, да и в настоящем защищать Беларусь. Возможно, вы еще не задумываетесь о таких важных и сложных понятиях, как самоидентичность нации или независимость государства. Но только появившись на свет, вы уже стали частью белорусского народа, творцами его настоящего и, конечно же, будущего. Осознав это, вы совершенно по-другому прочтете первые слова нашей Конституции. Мы – народ Беларусь. Ведь народ – мы все, кто живет, кто жил до нас и будет жить после нас на этой земле. Поэтому мы едины, и от каждого зависит, какой страна будет завтра. Хорошо, если вы уже определились с профессией. Но чем бы вы ни занимались, помните, главное предназначение гражданина – служить Отечеству. Патриотизм – не просто разговоры о том, как мы любим Родину. Хотя и говорить об этом надо. Это ежедневный труд на ее благо. Сохранение исторических культурных традиций. Защита интересов государства и жизни людей. Все эти ценности, которые нашим предкам приходилось отстаивать с оружием в руках. Мы всегда должны помнить, что 75 лет назад наши деды и прадеды ценой неимоверных жертв небывалого героизма отвоевали для беларусов право на существование. Разгромили фашизм. Они сохранили всем нам жизнь и свободу. И я убежден, что это наследие вы будете беречь так же, как и мы. В вашем лице вижу новую, позитивную, талантливую и по-хорошему амбициозную Беларусь. Это меня радует, как и у всех ваших родителей. Идите вперед к выбранной цели. Никогда не сдавайтесь. И самое главное, никогда ничего и никого не бойтесь. Верьте в себя. Верьте, что если вы идете вперед, вам обязательно помогут. И обязательно, как правило, на вашей родной земле, в вашей Беларуси. Я желаю вам крепкого здоровья и, самое главное, успехов в ваших будущих делах. И самое главное, добра и мира всем вам. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемый Александр Григорьевич, сегодняшнее получение паспорта гражданина Республики Беларусь запомнится нам с ребятами на всю жизнь. Мы приехали к вам из разных уголков страны. Я учусь в гимназии города Быхова. Моя малая родина – небольшой городок, но с очень интересной и увлекательной историей. У меня есть мечта – стать журналистом. Вместе с друзьями мы создаем гимназическую газету. На ее страницах рассказываем о Быховщине и людях, которые там живут. Александр Григорьевич, вы не будете против, если сейчас мы сделаем фото для нашей газеты, а свежий номер я обязательно вам передам. Будьте журналистами, артистами, инженерами, агрономами. Поэтому все нам надо будет в этой жизни, в нашей стране. Успехов вам! И главное – будьте счастливы. Не спешите выбирать профессию. Так, присматривайтесь, у вас еще есть время. А то будет, как у меня. Пусть пишешь, а потом придется дополнительно учиться. Успехов вам! Спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ